Доброе утро всем! Доброе субботнее утро! Всем привет! Не знаю, что у меня свет горит, я вот не понял. Наверное, папа что-то тут наделал. Точно! Оставь мужика за рулем в своей машине и потом разбирайся, что тут и где происходит. Мы едем в школу. Я и Скарлетт. Идя, чтоб позади, потому что он не может без мамы пожить и отпустить маму. Почему мы едем? У нас в четверг, когда я не снимала, была встреча с учительницей. По Зюму. Типа как скайп, в общем, через компьютер, виртуально. С обеими ее учительницами. По математике и науке. И по английскому. И географии. Ну, короче, social studies называется. И общественные науки. В общем, мы беседовали. Они это делают, чтобы познакомиться с родителями. И так как пандемии, они на дом не ходят. А вот делаем им виртуально. Мы хорошо пообщались. Было очень приятно познакомиться с ее учителями. Обе приятные женщины. Молодые женщины, еще не замужние. Очень приятно было общение с ними. В общем, ее учительница по математике сказала, что по субботам будет теперь как бы tutoring. То есть предлагают уроки подготовки к математике. Потому что у нее по математике, так как у нее будет тест в конце года, чтобы ей помочь. И она как бы проходит по этому. Она говорит, что хорошо все у нее получается. Но чтобы у нее не было никаких других проблем, чтобы она себя чувствовала более на уровне, они предлагают этот класс. При этом всего будет восемь человек. В общем, ей это не помешает. Я сказала, конечно, тем более бесплатно. Так что с 10.30 до 12.00 у нас теперь по субботам будут... Так, что происходит, люди? Кто-то поломался. Я не успела выехать. Теперь она будет ездить по субботам на вот эти уроки на полтора часа. Я думаю, это ей будет в помощь. Слава Богу. Так что... А я уже почти забыла по мне. Она, наверное, мне напомнила. Мама, когда там урок, я так... О, урок, точно. Да. Счастью, когда я выезжаю из школы, это как раз на той же улице, где наша кладовая. И это мне напоминает о кладовой. И как раз сегодня мне надо было заплатить. Так что... Песенки от Джашика. Мы заодно заехали, заплатили за наши кладовые. Ура! Вовремя успели. Не будет никаких штрафов. Едем домой. Мы в пижамах. Да, я вышла в пижаме. В чем хороша Америка? Всем пофиг, в чем ты вышла. Ну-ка, мы с вами, друзья, не пекли хлеб на заквасочке. Я ее покормила. Пусть стоит, поднимается. Будем пить. Так, едем за Скарлетт. У нее уже, по идее, урок заканчивается. Мои мужики уехали. В чем дело? Мне сестра тут недавно на днях написала. Говорит, Марина, предсказывают холодную зиму. Запасайтесь дровами. Потому что цены на газ, на газовое отопление, поднимутся. В общем, на все. Я думаю, что цены на все поднимутся. Я Дэнни сказала, Дэнни сказал, дрова это одно дело. От нашего камина толку не будет. Нам надо специальная печка. В общем, есть такие специальные печки. Их засовываешь вовнутрь камина. Теплый воздух, который происходит от огня. Оно выдувает вовнутрь дома. Потому что у нас, как бы, мы камин палим. И приятно, может, в самой комнате в зале. И то не в каждом углу. А так, чтобы оно сильно там давало тепло, я бы не сказала. Жар весь остается, как бы, выходит в дымоход. Красиво, уютно. Рядом с камином приятно. А вот именно так, чтобы оно большой толк был, нету. Ну, в общем, Дэнни нашел какую-то печку. И это в час уезды в город. И он Габриэла с собой взял. Потому что Дэнни до этого работал. Как что-то там тяжелое подымал. И, в общем, болит у него там где-то, что-то, не знаю, грыжа начинается. Или фиг его знает. Ну, в общем, взял экстра мускулы, дай бог. Эти мускулы ему помогут. Габриэл, как бы, тоже не гигант. Так что, вот такая... Вот такой план. Моя за дочкой. Здесь я замешала белый хлеб на закваске. Это будет для нас. И здесь у меня ржаной хлеб на закваске для мамы. Думаю, еще испечь на дрожжах для Анжелик. Ну, посмотрим, если у меня дойдет это желание. Все-таки я делаю хлеб на дрожжах. Кручите, что на закваске уже в холодильнике, на растойке. Будет прибухо. Кстати, хотела сказать. Мужики сейчас пытаются эту печку эту с дыниного прицепа убрать. В общем... О, мама! Вот такая печка. В общем, они пытаются ее высунуть. В общем, домашняя идея, что там не записывается очень много сегодня. Но хотела сказать, что сегодня Рики приезжают в город и забирают... Ну, уже забрал, я думаю, Анжелику с работы. И они сегодня едут на Октоберфест. Так что... Погода сегодня замечательная. Как раз то, что надо. Вчера была тоже восхитительная. Вчера немножечко прохладнее было. Но тепло. Тепло. Сегодня будет еще теплее. Но, возможно, больше шанс дождя. Но я думаю, у них все получится. Мы Рики рассказали, как доезжать. Сейчас с этими помененными правилами. Девчонки, кстати, вчера им повезло. Они... Вот у нас тут совсем недалеко. Там, где Джулетта работала в Майклс. Напротив того магазина есть мол. И там ездит вот это шаттл, автобус. И возят всех на фестиваль. Они говорят, что когда они приехали, они сразу же сели. Попали за две минуты до... Ну, как... до бесплатного входа. Но попали. Все равно. Не так, как мы. Мы стояли-стояли. Ну, а люди до нас сколько стояли, я вообще не понимаю. Но мы хорошие полчаса там простояли. И так и не сели на автобусы. Решили не рисковать. Хоть он... Хоть эта остановка была ближе к самому фестивалю. Все автобусы проезжали мимо нас. Так что... Да. Вот такие дела. Я надеюсь, что у них будет хорошее время. Я вообще люблю Октобер-фест. Я тоже много раз говорила, что пропускаю ярмарку, но обязательно иду на Октобер-фест. И в этом году, благодаря тому, что Дэнни пошел с нами, я обычно последние года, а Дэнни работала, я водила детей. И я не могла кататься на райдах, и заодно смотреть маленьких детей. Ну, в этот раз у меня как раз получилась эта возможность. Выдалось, и я покаталась на всевозможных качелях. А, кстати, вот эта качеля, которая вниз головой была, Скалид меня уговорила, а потом начала бояться. Ну, короче, как она орала там. Там просто есть такой момент, когда поезд идет вот наверх, и несколько секунд вы висите, и такое ощущение, что все, мы застряли, мы застряли. Уже кровь начинает голову бить. И думаю, все, поломались, и мы будем так висеть, как мыши летучие, значит. И потом наконец-то оно едет. Ну, вот эта мысля проскакивает. В голове. Особенно, когда едешь со своим ребенком, и больше волнуюсь за ее чувства. Я помню, я когда ехала первый раз, не я первый раз, а Анжелика первый раз ехала на этом райде со мной, и я больше волновалась за нее. Я уже кричала, да спускайте нас уже! Ну, мы прокатились, она мама. Мама, поехали, это самое. Поехали еще раз. Я говорю, нет, все. Все. Все-таки возраст, наверное, дает. И я как бы чувствовала некоторую тошноту через некоторое время. Хотя я все райды люблю, но надо брать некоторые перерывы. Но вот даже старшие девчонки и Габриэла говорили, что несколько райдов и хватит. Надо успокоиться. Так что видно, чем ты меньше размера, тем не так на тебя это влияет. Вот. Так, хлебчик мой на дрожжах поднимается, скоро пойдет выпекаться. И те, что на закваске, потом пойдут. Они сейчас в холодильнике на расстройке. Я думаю, сделаю такос на ужин. Джульетта сейчас на работе. Ну, в общем, будет есть, что есть. Придет как раз для ужина. Как будто делала пол рецепта, но буханка что-то у меня вообще выросла. Да фига, как пицца. Ладно, идет духовочку. Наша первая буханочка. Загрели мы уже. Эй, Габриэл работая, вычищает, шлифует. Вот такая печка. Видите, вот эта вещь идет в дымоход. Тут распаливаем огонь и, в общем, отсюда будет дуть тепло. Интересно. Дай Бог, будет работать хорошо. Габриэл подготавливает для покраски, шлифовывает все, вычищает. Молодец, good job. Так, первая буханка, хлеба готова. Смотрите, красота. Пойдет для нашей Анжелики. Муж вкусно. Папа сказал, хлебцы на закваске с женой и белой идут в духовку. И в очередь. Хлебцы вышли. Это мамин. Мамин хорошо выглядит. Наш как-то, не знаю, что-то не то. Ну, для нас пойдет. Итак, комментарий дня. Комментарий дня сегодня от Юлии Неветиной. Она пишет, Марина, ты, конечно, всегда красавица. Она сегодня особенно хороша. Образ, огонь и макияж и прическа. Огромное спасибо. Да, косички что-то делают с нами всегда. Сразу молодеи. Ну, а я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр. Вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До встречи и ба-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok